В эфире новости РТК Забайкалья. В студии Вера Асадулина. Здравствуйте! И главная тема выпуска. Чита откажется от дров. На площадке Петербургского форума подписали соглашение о газификации частного сектора Забайкальской столицы. Подорожание мусора. Тариф Алирона с июля вырастет почти на треть. Одна из причин – инфляция. Детская безопасность. Мотоциклы, скутеры, электросамокаты. Как уберечь хрупкую юную жизнь? А теперь подробнее на эти и другие темы. Губернатор Александр Осевов принимает участие в программе Петербургского международного экономического форума, в рамках которого уже состоялось подписание ряда важных для региона соглашений. Один из ключевых вопросов четырехсторонние соглашения о сотрудничестве по газификации частного сектора Читы с использованием технологий по сжижению природного газа между Газпромбанком, Газпроммежрегионгаздальний Восток, Обществом с ограниченной ответственностью Восточно-Арктическая нефтегазовая корпорация и правительством Забайкальского края. Комплексное замещение печного отопления сетевым газоснабжением соответствует программе федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология», что в идеале должно способствовать снижению уровня загрязнения воздуха в Чите и дальнейшей газификации региона. Проект планируется реализовать по механизму концессии до конца 2024 года. Газпромбанк выступит старшим кредитором и финансовым консультантом. Нам выделены средства на ускоренную газификацию Читы. То есть мы построим сейчас локальные газовые сети в Чите, регазификационный центр, дадим людям субсидию денежку на то, чтобы они, те дома, 13 тысяч домовладений, которые имеют сегодня печное отопление, чтобы они поставили себе батареи, поставили, установили трубы, поставили газовые котлы, насосы соответствующие. И мы запустили газовое отопление, водяное газовое отопление в домах благодаря всем этим мерам поддержки. Транспортная группа ФСК и правительство Забайкальского края на площадке форума подписали соглашение о сотрудничестве при создании транспортно-логистического центра «Терминал Забайкальск». Стороны договорились совместно построить в поселке Забайкальск транспортно-логистический центр, включающий в себя контейнерный терминал, склады временного хранения, подъездные железнодорожные пути и другую транспортную инфраструктуру. Общий объем инвестиций составит около 4 миллиардов рублей. Успешная реализация проекта позволит создать в регионе более 300 новых рабочих мест и принесет почти 500 миллионов рублей налоговых отчислений. Также глава Забайкалья принял участие в панельной дискуссии клуба губернаторов региона «Локомотива новых возможностей». Руководители субъектов обменялись опытом развития экономики на местах в новых условиях. Александр Осипов поделился опытом создания инвестиционных проектов по переработке леса, а также презентовал и туристические возможности Забайкалья. Губернатор пригласил коллег, участвовавших в дискуссии, в гости на радушную забайкальскую землю. В новый месяц с новыми платежами «Алерон плюс» с 1 июля собирается повысить тарифы практически на 20%, а конечную плату – на 30%. Насколько кошелек забайкальцев опустеет после оплаты услуг по вывозу мусора и довольны ли работой оператора жителей края, расскажут наши корреспонденты. Словно красная тряпка для быка. Новость о повышении тарифов за вывоз мусора подтвердилась. Смириться с этим предстоит как обычным жителям, так и организациям края. Региональный оператор обосновал это просто – инфляция, увеличение затрат на транспортировку мусора и приведение плановых объемов ТКО к фактическим. Проще говоря, по замерам «Алерона» забайкальцы стали мусорить больше. С 1 июля 2022 года будет повышение тарифа на 19,82%. Это составит 654 рубля 81 копейку за один кубический метр. Итого тариф вырастет практически на 20%. Это огромная сумма, которую получит оператор, если оценивать ситуацию в пределах всего края. В «Алероне» ссылаются на региональную службу по тарифам и ценообразованию, от которой мы не смогли получить комментарий вживую. Пришлось ограничиться лишь письменным ответом. Тариф включает в себя расходы на транспортировку, захоронение, затраты на зарплаты сотрудников, приобретение контейнеров, а также расходы на различную документационную работу. Размер платы для жителей частного сектора вырастет практически на 25% и составит 72 рубля с одного человека. А жители многоквартирных домов ожидают рост платы до 30%. Теперь с каждого квартиранта будут взимать 103 рубля. В Министерстве природных ресурсов сослались на то, что ситуацию с увеличением платы должна комментировать исключительно служба по тарифам. Комментарии по качеству оказания услуг «Алерона» дать вначале согласились, но не в рамках обсуждения роста тарифов. И наверняка все эти новости с повышением звучали бы не так болезненно для людей, если бы не бесконечные жалобы жителей на качество услуг по вывозу мусора, которые неожиданно станут еще дороже. В «Алероне» также неожиданно предложили и свое решение проблемы. «За тот период, когда услуга была оказана некачественно, жителям делается автоматический перерасчет. Если перерасчет не был сделан, жители могут обратиться в наш центр обслуживания клиентов. Если подтвердится, что вывоза действительно не было, мы сделаем перерасчет. Также жители могут позвонить по телефону горячей линии». С вопросом по поводу удовлетворенности качества работы «Алерона» мы обратились к их клиентам непосредственно в самом офисе, чистом и таком ухоженном. Чего не скажешь про улицы края. «А площадка какая-то есть рядом с вашим домом, оборудованная?» «Нету, нету, ни контейнера. Она мне сейчас вот говорит, поставьте бочку за свой счет или мешки ставьте». «Сейчас для вас схема начисления вашего долга для вас понятна все-таки или нет?» «Непонятно. Откуда что взяли? Я говорю, ты мне покажи мне договор, где я с вами заключал роспись. У вас договор автоматический. Тогда, может, мне уже, я не знаю, все можно переписать на автоматическое. Если они даже со мной не общались». Справедливости ради стоит отметить. Если недовольны свалками и нерегулярным вывозом мусора лишь часть жителей, то радостных от повышения тарифа мы и вовсе не нашли. «Я дожить меньше не буду платить. Пусть что хочет они со мной делать». «Ну, в принципе, и так было достаточно. Я бы не готов платить, я как пенсионер, понимаете?» «Нет, больше не согласен платить. Ладно, я вот живу по Моссовской 36. Тоже у нас помойка почти одна». «Не хотелось бы. Потому что все растет. Тут пугают уже ростом воды, платы за воду и так далее и тому подобное. Не хотелось бы». Воды терпят жители очередное увеличение тарифов и растущие вслед за ним мусорные свалки как по районам края, так и в его краевой столице. Чего уж греха таить. Когда незнание ПДД, отсутствие водительских прав и несовершеннолетний возраст развязывают руки, чтобы взять в них руль и оседла в спортивный мотоцикл мчаться навстречу опасности. Жители Атамановки уже не в силах самостоятельно противостоять неформальному мото-движению, которое с недетской скоростью набирает популярность в поселке. Скрыться от рева мотоциклов не получается даже в местном парке. Малолетние водители на скорости врываются даже туда, где гуляют маленькие дети и отдыхают пожилые люди. Спецрепортаж Дарьи Пьяниковой об ощущении вседозволенности и бездействии, которое рано или поздно может стать роковым. Примерно к 18 часам парк, что располагается как раз за администрацией поселка, превращается в настоящую ярмарку тщеславия. Покупка очередной игрушки обходится заботливым родителям в приличную сумму. Вот этот, например, экземпляр внедорожный Эконика Спорт 007 с недетским объемом двигателя в 250 кубических сантиметров стоит сегодня больше 180 тысяч рублей. Заметьте, на мотоцикле, так как он считается спортивным инвентарем, нет госномера, а значит нет ПТС и нет проблем. По Атамановке? Вот, видите. По объездным дорогам мы даже уже здесь, в парк приехали, где дети отдыхают. Да потому, потому что у нас совести нет. Подобного рода встречи и разговоры по-хорошему уже не помогают. Взрослых не желают слушать не только подростки, но и их мамы с папами. Тема лихачества на пидбайках, мопедах и самых настоящих мощных мотоциклах не раз обсуждалась на уровне всего поселка. Письмо с просьбой вмешаться местные жители направили в ГИБДД и администрацию. Ответа не получили. Срок рассмотрения еще не истек. Первый раз, когда я вызвала ДПС, на следующий день они приехали, встали, все как полагается. Так, подростки ездили здесь в объезд. В следующий раз, когда я позвонила, я уточнила, что вот они именно ездят по проулку и заезжайте в парк. Ну, вроде приняли, но я на следующий день экипажа не видела. Один день подежурили и все. Тем более, там глухой, видите, вот не видно, кто оттуда едет. Вот пока идешь, действительно, что могут и сбить, и насмерть, и, ой, вообще страшно. А как-то реагируют они, когда вот вы им что-то говорите, замечания делаете? Ну, пошлют кое-куда так далеко, что вы сами понимаете. Они едут компаниями, едут на всей скорости, то есть этот питбайк может развивать скорость порядка 90 километров, 80-90, то есть они летят вот так. Некоторые едут с пассажирами, то есть это не транспортное средство, как они говорят, а именно спортивный инвентарь, прав не надо и все в этом роде. И что как бы крайне удивило, то что родители, они не понимают, что они покупают детям, что это за игрушки такие. Игрушки и правда совсем не детские, рассказывает старший инспектор группы по пропаганде безопасности дорожного движения. Трагедия с участием детей и подростков, недавняя, напомним, произошла 12 июня на КСК, словно ничему не учат. Родители, приобретая детям какой-то мототранспорт, они сами сподвигают своего ребенка на то, чтобы тот выехал на дорогу и стал, как говорится, участником дорожного движения. Но ребенок, он не имея необходимых навыков, умений, не разбираясь в правилах дорожного движения, то есть не пройдя определенную школу подготовки водителей и не получив право управления транспортным средством, ориентироваться в дорожном движении безопасно ребенок не может. Практика остановок за нарушение малолетних водителей такова. Вызов родителей в отдел, транспортное средство на спецстоянку, откуда, внимание, двухколесного друга, мамы и папы забирают и возвращают детям уже на вторые сутки. Если мотоцикл – это спортинвентарь, ездить на нем, безусловно, можно. Вопрос только где? Для управления данными мотоциклами водительское удостоверение не нужно, но они не имеют права управлять ими в условиях дорожного движения. То есть они спортивный инвентарь, на него не получают они ПТС, то есть он вроде бы по техническим характеристикам подходит под мотоцикл, то есть бывает объем двигателя, у него свыше 125 кубических сантиметров, но он не оборудован зеркалами, он не оборудован указателями поворотов, он не оборудован стоп-сигналом, поэтому он не предназначен для участия в дорожном движении, а только на лесных дорогах где-то там, ну как спортивный инвентарь должен использоваться. Взрослые купили, взрослые не научили правилам использования, и взрослые теперь не знают, что делать с детьми, у которых буквально развязаны руки. Куда хочу, туда лечу. В адрес нашей редакции жители Атамановки передали вот эти фотографии. В редких случаях дети катаются хотя бы в защитных шлемах. Еще одной модной тенденцией стала езда на одном питбайке втроем, а то и вчетвером. Маленькие дети, там порядка, я не знаю, от 7 до 9 лет, это страшно, потому что вот лично я попала в такую ситуацию, когда мне просто под колеса разворачивался ребенок маленький. То есть двое ребятишек, они были без экипировки, оба, значит, на вот этих мотоциклах. То есть они подрезают машины, выскакивают, перед машинами летят. Это было вот у нас на мосту. То есть они этот мост пролетели, и разворачиваться сразу же и тут, получается, я еду. И они мне прямо под колеса. Я-то почему должна быть соучастником этого ДТП? И я так понимаю, что родители-то потом, видимо, будут винить водителя, из-за которого их ребенок пострадал. Ну неужели не жалко своих детей? Жители Атамановки просят как можно скорее, пока не случилось беды, вернуть на прежнее место стационарный пункт полиции. А в самое ближайшее время выставить в поселке экипаж ДПС, чтобы хоть как-то присмирить лихачей. Инициативная группа даже придумала для мотогонщиков альтернативу. Песчаный карьер на станции Дачная как нельзя лучше подходит для заездов. Нам нужен пункт полиции и надо менять все-таки законодательство, потому что скорость до 50 километров. После все равно это транспортное средство, его надо регистрировать и должна быть страховка. Молодость блокирует такие чувства, как страх и самосохранение. Мотоциклист до 16, как правило, не осознает опасности, прибавляя газу, перестраиваясь без зеркала, очередной раз поворачивая, не сообщая другим участникам движения о своих маневрах. На любую внештатную ситуацию на дороге подросток также, увы, не в силах среагировать мгновенно. Сумеют ли вовремя среагировать и предпринять сегодня все меры взрослые? Только с начала года в крае зарегистрировано 101 ДТП с участием мототранспорта. Из них 61 с пострадавшими, 62 человека получили ранения, 8 погибли. Каникулы, пожалуй, самая долгожданная и самая беззаботная пора для детей. Однако именно это время года связано с дополнительными рисками. Большое количество свободного времени, а родители на работе. Тему безопасности несовершеннолетних в период летнего отдыха продолжим с гостем в студии, уполномоченным по правам ребенка в Забайкальском Грае Иваном Катанаевым. Иван Иванович, здравствуйте. Добрый день, уважаемые. Один из серьезных рисков – это дорога. Причем здесь во многом ошибку совершают сами родители. Покупают детям электросамокаты, мопеды и так далее. При этом сами дети не знают основ ПДД, не имеют шлема. И часто это происходит на дороге, и в итоге это может привести к очень плачевным последствиям. Как вы считаете, что можно в этой связи сделать? Ну, уже, в принципе, делается, потому что эта проблема, она достаточно такая новая. Где-то два, максимум три года в больших городах раньше. У нас в прошлом году как бы полным цветом эта проблема высветилась. А делается, что, во-первых, сейчас на уровне Госдумы рассматривается законопроект, чтобы приравнять вот этот вид транспорта, представляющий угрозу жизни и здоровью детей. Поэтому соответствующие требования, в том числе и допуск к управлению такими средствами, должен быть регулирован какими-то другими нормативными актами. Я не просто пошел в магазин, купил, сел, поехал. Вот проблема безопасности детей на дорогах. Она как бы такая комплексная, потому что что такое лето? Все-таки, скажем, до 1 июня ребятишки в основном были в школах. Все-таки там, достаточно много возможностей обезопасить детей. Как только они уходят на каникулы, многие дети в первый момент предоставлены сами себе. Вот сейчас хорошо, сейчас стартовала летняя компания, сейчас работают лагеря дневного пребывания. Все-таки все равно какая-то адаптация такой самостоятельной, свободной жизни. Скажем, из режима нахождения ребенка в школе, да, в свободном как бы плавании на улице, конечно, очень много опасностей ожидает ребенка на улице, в том числе и на дорогах. В основном, конечно, профилактической работой занимается ГИБДД Байкальского края, и мы в том числе. У нас достаточно много партнеров, с которыми мы сотрудничаем. И буквально, скажем, на этой неделе, когда уже загородные лагеря будут открыты, мы совместно с ГИБДД, совместно и с МЧС выезжаем в один из лагерей, где будем проводить профилактическую работу, то есть как себя вести на дорогах, в том числе и про самокаты там расскажем, то есть что необходимо, как обезопасить себя, что необходимо сделать, какой совет дать родителям, да, чтобы, так сказать, не бездумно, вот ребенок закончил школу, дай-ка ему куплю подарок от самоката, но не понимая, что это действительно достаточно большая угроза здоровью, по крайней мере, ребенка. Спасибо большое. Я напомню, гостем нашей студии сегодня был уполномоченный по правам ребенка в Забайкальском крае Иван Катанаев. Полную версию интервью смотрите сразу после выпуска новостей. В День России на главной площади Забайкальской столицы прошла церемония награждения государственными наградами. В числе тех, кого лично поздравил и поблагодарил губернатор Александр Осипов, был Валерий Сулейманов, врач-инфекционист Краевой клинической инфекционной больницы. Он награжден знаком отличия за заслуги в развитии Дальнего Востока. Наша съемочная группа в преддверии Дня медицинского работника навестила доктора и пообщалась с ним. Успешным врачом способен стать далеко не каждый человек. Валерий Сулейманов в свои 33 года 11 лет посвятил медицине и теперь точно знает, врач должен обладать особыми качествами характера. Внимательность, терпеливость, спокойствие, доброта и в то же время твердость, способность быстро принимать решения. Вот главные параметры медика. А еще юмор. Да-да, именно юмор. Мы никогда не унываем, всегда, как бы, что называется, на каком-то позитивной ноте находимся. Потому что, ну, такая вот профессия, если мы будем унывать и плакать там где-то в подушку, больной приходит, плачет, и ты и плачешь вместе с ним, ну, это же неправильно. Ты, естественно, должен вот... Вот пришел тебе человек, а ты такой, хоп, давай-ка, вставай, выздоравливай. Ну, вот так и работаем. Врачом должен быть тот, кто всем сердцем предан своему делу. Кто осознает всю важность и серьезность профессии. Кто не боится трудностей и согласен свою жизнь посвятить людям. Врачи не боги. Начнем с этого. Если бы мы всех вылечили, я точно говорю, если бы у нас было больше возможностей, всех вылечили, всех бы спасли. Ну, вот такие же люди мы, но просто обладаем какими-то знаниями и захотели вот спасать людей. Ну, это простые слова. Когда пандемия коронавируса разделила жизнь на до и после, медперсонал клинической инфекционной больницы один из первых принял удар на себя. 12 часов дежурства в защитном костюме. Порой без воды и еды, без возможности смахнуть каплю пота. О чудесных историях спасения тяжелых больных и об утратах до сих пор с дрожей в голосе вспоминает Валерий Сулейманов. Ну, самые страшные, конечно, это гибель больных. Это самые страшные моменты. Потому что вот он есть у меня пациент, вот ты с ним разговариваешь, а завтра его нет. И вот это самые страшные моменты. Безусловно. Для каждого врача там. Все мы хотим спасать жизнь. Мы шли в эту специальность. Ну, вот такая болезнь пришла. И на тот момент, когда все только начиналось, лекарств у нас не хватало где-то, да. Это сейчас у нас все есть. Поэтому вот сейчас все пошло на спад. И мы как бы полностью вооружены, что называется. А тогда сложно было бороться с этой болезнью. И люди просто, ну, уходили. Естественно, для нас, как для специалистов, которые должны спасать людей. И вот такие страшные ситуации возникают. И, безусловно, мы соболезны всем. И медики погибали, и обычные люди. Ну, вот это самое страшное, безусловно. Больной всегда ждет от своего лечащего доктора чудо. И врач обязан даже в самых безнадежных ситуациях суметь убедить пациента в том, что оно обязательно произойдет. У доктора Сулейманова этот дар особенный. Спокойным, обстоятельным разговором с пациентом, своей непререкаемой уверенностью, он внушает надежду на выздоровление. Получше стало, да? Что-то, жалобы какие-то, недовольства? Почему? Нету, все хорошо. После школы Валерий ни о чем, кроме профессии врача, и не думал. И о своем выборе ни разу не пожалел. Пока у него получается. И если судить по откликам благодарных пациентов и уважаемых коллег, то на самую высокую оценку. Я считаю, что он давно заслужил эту высокую государственную награду. С тем, как работает Валерий Александрович, с его объемами, он вполне заслуживает. Приятно вам слышать такие слова. Безусловно, я польщен. Это человек, который никогда не скажет, что мне слишком много больных, или слишком много писанины. Который никогда не скажет, что ему слишком мало платят. Он всегда придет на помощь, выполнит реализацию задачи, зато он всегда звонит и советуется. Он никогда не стесняется. Потому что медицина – это командная игра, это командная работа. И самое главное – это принятие решений. То есть все вот такие позитивные качества, которые сейчас востребованы в современной медицине. Это эмпатия, это неравнодушие, это такой непофигизм. И в то же время такое трудолюбивое и ответственное отношение к работе. Это вот все в Александре Сулейманове воплощено. Так что я счастлив, что у нас есть такой сотрудник, и его по праву наградил губернатор одним из первых в нашей сфере наградой за заслуги передаемого услуга. Сам же доктор уверен, его государственная награда – это заслуга всего коллектива больницы, где трудятся сплоченные, трубоспособные, добросовестные люди, где каждый знает свое дело. Ну, приятно, конечно, приятно. Ну, на самом деле, нам наград не надо никаких. Ни наград, ни почести. Мы работаем, как и все люди. И наша главная награда – это жизнь и здоровье наших больных. Главный ресурс и ценность любой больницы, нашей кровоинфекционной больницы – это, конечно, ее сотрудники, это ее люди, это ее коллектив. В преддверии дня медицинского работника, нашего профессионального праздника, хочу поздравить всех коллег с этим событием. Всем желаю здоровья, самое главное, благополучия в семьях, достатка, всего самого наилучшего, исполнения всех желаний. В рамках федеральной программы «Большие гастроли для детей и юношества» в Читу приехали артисты Волгоградского областного театра «Кукол». В свою очередь, забайкальские кукольники отправятся в Волгоград для того, чтобы порадовать юных зрителей своим творчеством. Об этом сегодня и шла речь на пресс-конференции, где присутствовали представители двух театров. Артисты подробно рассказали журналистам о предстоящих обменных гастролях. Артистам Забайкальского государственного театра «Кукол» «Тридевятое царство» расслабляться некогда. В семь утра они вернулись из Благовещенска, где проходил первый дальневосточный театральный фестиваль «Территория детства». Наши кукольники вернулись не с пустыми руками. За спектакль «Серебряная копытца» получили специальный приз от жюри фестиваля. Фестиваль отличался именно тем, что там были не только театры «Кукол» и театры юного зрителя, там были и драматические театры. Поэтому вот такой мощный достаточный фестиваль получился. Забайкальский государственный театр «Кукол» впервые за последнее десятилетие примет участие в обменных гастролях. Такое стало возможным благодаря федеральной программе «Большие гастроли для детей и юношества». Эти большие гастроли, да еще так далеко в Читу, это такая очень красивая вишенка на торте нашего юбилейного 85-го сезона. То есть у нас и сезон получился очень насыщенный, интересный по премьерам, и по фестивалям, и по постановкам, социальным проектам. Это путешествие к друзьям, потому что нас здесь ждут, нас здесь ждут друзья, и, соответственно, в Болгоград ваши приедут тоже самое к друзьям. В ходе сегодняшней пресс-конференции представители двух театров рассказали о гастрольной политике и в целом об организации обменной поездки. Абсолютно точно мы будем с вами дружить. Такие гастроли, они ценны чем? Так что мы не просто показываем друг другу какие-то спектакли свои, но самое главное – это как раз период нашего общения, когда мы можем тесно друг с другом пообщаться, поговорить, найти какие-то общие точки соприкосновения. Не зря кукольников называют кукольным братством, поэтому братство буквально начинаем сегодня, что называется, расширять. Художественный руководитель театра «Тридевятое царство» Александр Мусиенко рассказал, что задолго до гастрольной поездки коллективы обменялись репертуарными планами. Принимающая сторона могла выбрать для своих зрителей наиболее интересные постановки. Волгоградский театр выбрал два спектакля «Четинцев» – «Не ежик» и «Муравьишку». В свою очередь гости покажут «Четинской детворе», «Принцессу на крыше» и «Волшебное кольцо». Оба спектакля пройдут в органном зале Забайкальской краевой филармонии. С 18 по 23 июня. Калина Миртова, Сергей Миртов, РТК Забайкалье. И это все новости на сегодня. Телефон нашей редакции 8-914-120-1813. Звоните или пишите в мессенджеры. Будем вместе решать проблемы, рассказывать об интересных людях, добиваться справедливости. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин